Владимир, Вы уже говорили о проблемах культуры в России. Недавняя нашумевшая история с Михаилом Аркадьевым и Тихоокеанским симфоническим оркестром обнажила проблему руководства не только данной филармонии, но и руководства концертными организациями вообще. Вы много гастролируете. Это действительно система или единичный случай недоразумения? И что Вы думаете о профессионализме? К сожалению, это закономерность. Закономерность, основанная на вполне понятных вещах. В ситуации с Тихоокеанским оркестром есть и субъективные моменты бесспорно. Однако, как Вы верно заметили, это система. А точнее, часть системы разрушения российской культуры. Возникает вопрос, кому это выгодно? Это выгодно врагам России и русского народа. Холодная война продолжается. Посмотрите, что сделали американцы с Каддафи и почему. Прикрываясь красивыми лозунгами идет захват богатых территорий сильными государствами. Россия – самый лакомый кусок. Здесь и нефть, и газ, и лес, и земля. А народу всего 143 миллиона человек. У врага возникает огромное искушение прибрать к своим рукам это богатство. Но как? Пробовали войной? Не получилось. Почему? Не смогли сломить русский дух. И тогда враги русского народа поняли. То, что не сделали танки, сделает сам народ лишенной культуры. Вывод. Чтобы победить русских, нужно уничтожить их дух. И заработала машина по уничтожению русского духа. Первым делом подкупили Горбачева. И началась массированная атака на русскую культуру. Именно филармонии и театры в России – кузницы русского духа. Но как их уничтожить? Во-первых, необходимо было уничтожить традиции и экономику. Во-вторых, систему образования. В-третьих, насадить свою собственную культуру и русский дух улетучится. Все эти меры были реализованы при Ельцине и продолжают реализовываться сейчас. Система образования уничтожена. На очереди – культура. Теперь о методах. Давно известно, чтобы загубить любое дело, нужно поставить во главу кого? Дилетанта. Именно это было сделано на всех уровнях, начиная с самого верхнего. Нынешний состав кабинета министров России сформирован не по принципу профессионализма, а по принципу кумовства. Большинство – старые знакомые или родственники, но большей частью – дилетанты. Министр здравоохранения – экономист. Про гражданского министра обороны России, который по образованию экономист и юрист, я вообще не говорю. И так далее. Кого не возьми, полное несовпадение и несоответствие квалификации и занимаемой должности. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник – Иван Крылов. Сегодня успех в России определяется не профессионализмом, а исключительно близостью к власти. Но вернемся к нашим баранам, а именно к управленцам культуры на местах. Вы знаете, среди музыкантов и актеров уже ходят анекдоты про них. Причем эти анекдоты – реальная история из жизни. Теперь в каждом регионе свое министерство культуры. И кого только среди новоявленных министров и директоров филармонии нет. Это и пожарные, это и бывшие работники бензиновых заправок, это и буфетчицы, и официанты, закончившие двухмесячные курсы руководителей и госслужащих. Но квалификации-то это не прибавляет. Бывшие любовницы губернаторов даже есть, только нет профессионалов. Некоторые из региональных министров культуры не могут отличить балалайку от скрипки. И это современный уровень управленца культуры в 21 веке, в 2011 году. Вы представляете, что такой управленец натворит? Однако, если вы думаете, что эти кадры – недоработка правительства, то вы ошибаетесь. Это закономерное следствие полуразрушенной культуры. Критерии качества и критерии профессиональные уже стерты. По какому принципу некомпетентный министр будет формировать свой кабинет? Да по такому же. По принципу некомпетентности и невежества. А что вы предлагаете? Я предлагаю, во-первых, запретить выдвижение и рассмотрение кандидатур на руководящей должности, не имеющих прямого профессионального отношения к занимаемой должности, как в Министерстве России, так и на региональном уровне. Второе. Относительно директоров филармонии театра, учитывая стратегически важное значение данных организаций как кузницы русского духа, директором может быть только профессионал. То есть, человек, досконально знающий специфику. В музыкальном театре – музыкант. В драматическом театре – актер. Это должны быть выборные должности. Коллектив голосует и выбирает. То же самое с поместными министрами. Регион должен сам выбирать себе руководителя, которому а. доверяет, б. с которого может спросить. Директоров филармонии театров, равно как и министров, выбирать на три года, не больше, с правом досрочного отзыва от занимаемой должности. Иначе они начинают заниматься отмыванием нефтедолларов. Что касается художественных руководителей, то они должны подчиняться профсоюзу своей организации. Таким образом, мы избавимся от коррупции и директоров-идиотов, а также некомпетентных чиновников. Потому что, когда будет с чиновника спрос, тогда не будет желания у дилетанта возглавить процесс, за который придется держать ответ. Безнаказанность порождает бюрократию и коррупцию. Скажите, а вы за кого отдадите свой голос на предстоящих выборах? Я свой голос оставлю при себе. Он мне нужен. И не только мне, к счастью. Вы знаете, я абсолютно вне политики. Я не политик. Я музыкант и гражданин, патриот. Я люблю свою страну. Но, как гражданин, я реализую свое конституционное право на здравый смысл. Меня политика не интересует. Но меня волнует судьба моей страны. Почему я должен подчиняться горстке дилетантов, издевающихся над моей землей, продающих мою землю и недра, глумящихся над моей культурой? С какой стати я должен подчиняться стайке некомпетентных министров, уничтоживших министерство труда, образование и русскую культуру? Эти люди преступники. И перед Богом, и перед совестью, и перед народом. Скажите, какие вы видите внешние угрозы для России? Есть два типа такой угрозы. Первый – осознанная. Осознанная угроза – это Китай и Америка. Причем Китай в первую очередь. Что касается Америки, зачем Америке разворачивать противоракетную оборону у границ России? Ответ, по-моему, очевиден. Кольцо вокруг России сжимается. И второй тип угрозы – неосознанная угроза – это некоторые республики бывшего Советского Союза, а также ближние зарубежья – Польша, Прибалтика, Афганистан и другие страны. Огромную угрозу представляет сегодня ВИЧ-инфекция. Вот статистика. Граждане двух стран – Россия и Украина – составляют 90% всех ВИЧ-зараженных Евразией. Вдумайтесь. И как вы полагаете, это тоже случайность? Конечно же нет. Это тоже часть плана по преднамеренному, заранее спланированному уничтожению россиян. Это страшно. А что же делать? Если ничего не поменять в системе, то Россию ожидает полное уничтожение. Задача по уничтожению русского духа успешно работает. На здравоохранение надежды нет. Вы сами видите, кто руководит здравоохранением страны. Абсолютные дилетанты. Нужно противостоять дилетантам и защищаться. На полицию сегодня тоже надеются? Нет смысла. Это инструмент государства, а не народа. При Иване Грозном это называлось «опричнина», что значит «особый». Сегодня все то же самое. Есть народ, а есть особые, неприкасаемые. Каста. Полиция сегодня чем занимается? Она ограждает народ от власти, а власть от народа. Власть неприкасаемые. Живет своей жизнью, народ своей. Расслоение достигло опасного предела. Обратите внимание. Здравомыслящим людям, интеллигенции, бюджетной сфере, певцам, музыкантам, актерам, зарплаты не поднимают. Поднимают репрессивным и силовым структурам. Почему? Ответ прост. Необходимо уничтожить культуру и сформировать новый класс, бедляк. Для этого насаждается соответствующая псевдокультура, блатняк. Это делается для того, чтобы было проще управлять. Баранами управлять легче. Вот и формируется этот класс баранов. Не согласны со мной? Прямо сейчас включите первый канал российского телевидения и убедитесь. Стать человеком непросто. А скотиниться очень легко. Когда социальные лифты не работают, в социуме запускаются в автоматическом режиме механизмы саморазрушения нации. Именно это сейчас и происходит. Точнее, социальные лифты в России работают. Но только не вверх, а вниз. Причина, опять-таки, самодеятельность дилетантов. Существует еще один закон несовместимости профи и любителей. Вы знаете, в искусстве было очень много попыток совместить самодеятельность с профессиональным искусством. Ничего не получилось. Это совершенно разные подходы. Не пересекающиеся параллельные прямые. Но представьте, что вам делает операцию на сердце любитель-самоучка. То же самое и в искусстве. Только в данном случае на кону ваша собственная душа. 21 век. Век современного варварства. Мы вернулись в рабовладельческий строй. Теперь ответ на классический вопрос. Что делать? Создавать профсоюзы. Только профессиональные союзы могут законно противостоять беспределу чиновников и бюрократов. А попросту врагов России. Через профсоюзы мы объединяемся в разумную мощную силу в умный кулак, защищающий простого человека профессионалы. 16 ноября в Москве убит чеченский поэт Руслан Ахтаханов. Уже объявлено официально, что это заказное убийство. Актеры, певцы и музыканты. Вступайте в профсоюз работников культуры, пока нас не перебили поодиночке. И эта участь может постичь каждого в государстве, где человеческая жизнь не является главной и незыблемой ценностью. Вся система работает против человека разумного. Нам предстоит большая воспитательная работа. В том числе воспитание чиновников самого верхнего эшелона власти. Они забыли, кто такие Мусорский и Чайковский, Пушкин и Заболоцкий. Но зато они знают, Лесоповал и Любе – это их уровень, их культурный предел. Впрочем, о вкусах не спорят. Кстати говоря, использование воровской терминологии первыми лицами государства оптимизма тоже не прибавляет. Поэтому Россия и оказалась на дне былой культуры и идеологического вакуума. Целое поколение потеряно. Сегодняшняя молодежь напрочь оторвана от своих национальных русских традиций. Негласно идет геноцид русского народа и русской культуры. Чтобы выжить, нужно объединяться в профсоюзы и отстоять свое право на жизнь, на землю, на культуру. А голосовать я буду за профессионалов. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Храни вас Бог. Субтитры сделал DimaTorzok